О том, что войдет в программу, сегодня говорили губернатор края Вениамин Кондратьев и руководители Центра социально-экономических исследований. Аналитики разбили Кубань на семь экономических зон. Самые крупные из них – Краснодар, Сочи, Новороссийск и Армавир. По словам губернатора, регион не должен отказываться от базовых отраслей экономики, таких как сельское хозяйство и курорты. Однако, необходимо искать новые точки роста. Мы сегодня говорим об индустриализации. Нам, конечно, ее не хватает, если можно применить такое слово, зеленой индустриализации, потому что все-таки мы аграрный регион и славимся экологически чистыми продуктами питания, тем более туристический регион, курортный регион. Промышленность, конечно, нам ее очень не хватает, этого сегмента, сектора экономики, но тоже только зеленая промышленность, если можно так слово применить, которая не несет вред нашим базовым отраслям экономики. Конечно, сегодня мы говорим про логистику. Я согласен, здесь может быть транспортная логистика, в том числе логистика торговая, может быть выстраиваться, в том числе создание путем некого хаба, для того, чтобы мы могли говорить о экспорте товара. Здесь еще перспективы, которые еще не рассматривались, а если рассматривались, то даже никто не приступал к их реализации. Когда мы рассматриваем Краснодарский край в границах конкуренции, мы сегодня видим уникальные условия. 5,5 миллионов человек находятся в Краснодарском крае, но Краснодарский край – лидер Южного полюса роста. 20 миллионов человек, а Южный полюс роста – это фактически ЮФО и СКФО. И это самый быстрорастущий рынок на сегодняшний день, не просто даже на территории России, это один из самых быстрорастущих рынков Евразии. Чтобы представить концепцию развития региона на ближайшие 13 лет, специалисты проанализировали уровень жизни людей и бизнес-среду в каждом районе Краснодарского края. Участие в обсуждениях приняли около 3000 человек. Публичность – одно из главных условий при разработке стратегии. Очень важно создать тот документ, ту конституцию, экономическую конституцию региона, которая позволит нам на самом деле достичь серьезных результатов. Мы можем сегодня хвататься за все, что модно, за то, что сегодня в тренде, за то, что сегодня востребовано. Но это сегодня. А стратегия подразумевает планомерное, логическое развитие. Создавать сегодня условия для того, чтобы мы выстрелили через три года. Но сегодня, если мы их не создадим, то завтра мы уже не выстрелим. Мы нацелены на прозрачное обсуждение сегодня нашей стратегии до 2030 года. Почему? Потому что нам важно, чтобы в нашу индустриализацию, инновационное развитие, в первую очередь, поверил наш внутренний региональный бизнес. Нам сегодня нужно ее обкатать, опробовать, обсудить с нашим внутренним бизнесом. Потому что наш внутренний бизнес – это и есть самый основной потенциал развития региона. По мнению аналитиков Леонтьевского центра, при оптимистичном прогнозе развития Краснодарского края, к 35-му году удвоится валовый региональный продукт, а уровень жизни приблизится к Европе. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.